Памятный знак жертвам политических репрессий появился летом 1998 года в Бобруйске. Первоначально здесь был установлен закладной камень и деревянный крест с венком, где указывалось, на камне было написано, что в будущем здесь будет заложен памятник жертвам политических репрессий. Инициаторами выступили бобруйские журналисты. Памятник в современном обличии создали за средства горы с полкома. Надпись тоже претерпела изменения. С того момента полное название «Бобруйчанам жертвам необоснованных репрессий». В первую очередь в 50-е годы. Среди них уроженцы города. Писатель Борис Микулич, географ Николай Азбукин. Часть имен можно увидеть в книге «Память» города Бобруйска. И это и простые рабочие, это крестьяне-колхозники, это директора заводов и отдельных цехов. Такое в Бобруйске памятное место. Ну, тем более, что во многих семьях есть, вот, кого вспомнить, кто был как раз тоже жертвой этих политических репрессий. В минувшие выходные некоторые Бобруйчане стали нести цветы и зажигать лампады к памятному месту. Возникает вопрос, почему и зачем? Во время работы нашей сеновичной группы порядка семи человек находились рядом и высказывали свое недовольство. Сетовали на то, что коммунальщики наводят здесь порядок. Рядом с памятником Бобруйчане устроили мемориал в поддержку погибшего Романа, который погиб в Минске. Нам в телевидении дают одну информацию, но на самом деле это не так. Это можно судить даже потому, что власти нашего города, милиция, во всяком случае, разрушает. Люди несут цветы. Разве люди делают почему-то плохое? Мужчина вспоминает о парне, который умер после задержания в Минске. В обстоятельствах разбирается генеральная прокуратура. Но вот в чем вопрос. Почему до этого события люди не несли цветы в памятные даты? Ведь жертв репрессий – тысячи. Да и превращать в целом площадь победы в политический театр, по меньшей мере, кощунство. Место это святое для каждой Бобруйской семьи. Здесь и аллея героев, и знаменитый танк Т-34. Памятник танк здесь стоит 44-го года, когда его установили на могиле генерала-майора Бахарова Бориса Сергеевича, освобождавшегося своим корпусом Бобруйск во время Бобруйской наступательной операции. Благоустройство площади, ее реконструкция проходила к 40-летию победы. Тогда появился более красивый постамент для танка. Ну, кроме того, там и ковечены еще пять человек, те, кто погиб при освобождении города, или Бобруйчане, как братья Прибыльские. На площадь победы люди несут цветы, чтобы почтить подвиг героев, которые были разные по национальности и религии. Но воевали и погибали за свою родину, за будущее своих детей и внуков, и наша святая обязанность – сохранить память о них. Не надо сейчас путать исторические события и формировать ситуативное мнение под искусственное место захоронения. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.